я вас приветствую мои дорогие я под таким впечатлением и сразу выхожу к вам в эфир у меня сейчас была встреча с астрологом это такое найти учение связки вот астрологии физики разные то есть это все научные исследования я была сейчас на сеансе встречи с со специалистом по натальной карте слышали что такое натальная карта 1 2 даже интересно и 4 5 6 6 7 листов я исписала и я пошла к этому специалисту после того как моя дочь ксения многие вы ее знаете она уже побывала на этом сеанс как бы на этой встрече и анна андреева замечательная красивая умная умная духовная девушка вот мне важны вот эти все качества от кого получать информацию тот самый входящий трафик до о котором мы с вами говорим и самое интересное что она прямо вот теми словами которые я использую в жизни вот типа входящий трафик прям вот так вот и говорила мне о том что у меня в моей натальной карте кто знает что такое натальная карта напишите плюсики кто первый раз слышит вообще такое понятие натальная карта напишите минусики чтобы я знала если все знают то я не буду уже ничего пояснять объяснять а если не знаете то поясню доброе прекрасно утро у нас уже но обед уже такое вот время то у меня час дня кто знает что такое натальная карта плюсики кто не знает минусики вот у меня значит вот вот это и плюс она мне еще на электронную почту скинет все все вот эти вот записи которые она мы сейчас не прорабатывали не знаете да что такое натальная карта смотрите а кто кто еще знает или не знает что такое натальная карта поставьте в минусики да но много минусиков ребята смотрите когда есть плюсики и минусиков тоже много натал это толка бы с чем мы приходим на землю мы наша душа и это то что описывает приход души в наше тела в момент нашего рождения вот час минута местоположения вот именно в этот момент на в небесной сфере было какое-то определенное положение планетам солнце лично кастра к карта астрономическая да совершенно верно ольга боброва пишет лично астрономическая карта личная персональная вот солнце было под углом там к луне юпитер там-то это там-то еще чего-то там-то и вот они друг другу под каким углом это все работает почему я верю в эти вещи я бывала я раньше когда-то там не знаю уже больше 10 лет назад я когда-то ходила к разным астрологам и один меня просто настолько впечатлил он не знал как меня зовут ну там дата рождения все дата и время и место рождения все это забивается можно смотреть в принципе на там можно посмотреть и просто в интернете для начала для начала но то что делает вот этот человек вот это она андреева она меня но впечатлила тем что я услышал от ксении про ее натальную карту про про ее личность и рассматривались разные все сферы и наше состояние эго то есть к чему наша вот основа личности да и в профинансы то есть личная философия и дети и партнерство отдельно прям тема финансов что важно какие цели мы проживаем проживаем и дети и предназначение вот это все у них нельзя посмотреть но бывает да когда мы не знаем каких-то факторов своего рождения там например час но место рождения обычно мы знаем да но час не всегда мы знаем но примерно вот вы можете проконсультироваться у анны спросить она отвечала вот у ксения мужа заказывает тоже сейчас у анны карту натальную и это не знает точного времени и она ведь примерно и там вот по по личным ощущениям даже как-то так она объясняла что то есть тетка там мужа сказала что где-то там вроде как ночью и ног мама не помнит часа и времени суток так тоже бывает тогда на это не не обращали особо внимание мне тоже так вот смутно мама там я ее когда-то спрашивала и она так примерно да вроде бы вот вот вас только-то и спросите себя если у вас хотя бы есть примерно там ну вот день ночь он говорит я знаю что мама говорила что ночью и у ксении жену вы знаете она еще работает с картами она там как-то сделала расклад по картам и вот вышла цифра 3 и примерно вот на три часа ночи то есть вот такие вот еще дополнительно но если знаете точно одну дату мы знаем место рождения мы знаем она в паспорте прописано но бывает всякое у меня например папа родился 13 апреля но в паспорте он записан 1 мая тогда так модом было модно как бы к празднику приурочить рождение и вроде как но мы отмечали 13 апреля 1 мая был общий раз общий советский праздник поэтому ладно но во всяком случае мы знали для чего это нужно самое главное для чего это нужно особенно если вы люди молодые но и даже мне там в 58 лет мне понимание того что иду ли я по своему наталу или в какие сферы жизни мне обратить внимание для того чтобы стать счастливее если одним словом сказать чтобы лучше легче приятнее и радостнее моя жизнь протекала для чего это нужно вот детям составить натальную карту там молодым людям как им пойти чтобы не сопротивляться чтобы не биться об стену можно же проходить знаете как легко радостно просто быстро с удовольствием с наслаждением по жизни а можно биться 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 не в те ворота не в те двери потому что но этого не важно тал это не ваше предназначение поэтому для меня это невероятно интересно и когда вот я начала вам рассказывать что ходила к астрологу когда-то там вообще он не знал ничего кроме вот этих исходников он не говорил такие вещи буквально буквально до названия профессии моих моего мужа какие-то еще такие у меня то есть это вот он мне прям произносил тогда я в больнице тогда еще работала вот например хорошо такому знаку будет как бы это невролог не просто медицина неврология можно читам сосудами работает у меня муж сосудистый хирург был что-то еще там такие то есть моменты и он меня многому тогда научил